Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Jurassic Survival, то есть выживание в мире динозавров. Так ребятушки, сегодня я вам хочу показать чем я сейчас занимаюсь, а занимаюсь я в последнее время только лишь фармом и набиванием себе уровня. Раньше вы помните, да, я бегал по локациям, добывал дерево, камень, в общем сейчас я делаю совсем все по-другому, а подглядел я это у своего сына. Сейчас вы поймете всю суть и прелесть этого фарма. Так, давай-ка мы заберем, хотя для многих игроков это конечно же не новинка, но для меня это новость, так наверное будет проще. Так, доски мы забираем, бревен у меня нету, хотя они должны быть где-то. Я запутался, ребята, в этих ящиках, если честно. Так, две куртки у меня, вот они бревна. Давайте, наверное, мы с вами... Ага, здесь у нас тряпки сделались, замечательно. Тряпки нам нужны, ребята, для изготовления бинтов, поэтому я поставил себе два станка. Так, доски нам тоже нужны, потому что я буду здесь укреплять свой домик, естественно полы, стены, в общем все. Чем, ребята, эта игра, мне кажется, ну может быть не лучше, но практичнее, чем в последний день на земле, так это тем, что здесь можно бесконечно бегать на любые территории, но единственное придется смотреть рекламу. В последний день на земле такого делать нельзя. Так, что у меня здесь? Ага, есть ананасики, конечно же мы забираем жареные, будем ими питаться. Хлама, ребята, целая куча, я даже не знаю, куда все это мне помещать, но я знаю точно, что нужно делать еще, наверное, пару ящиков, чтобы складировать куда-то все это барахло. Его у нас накопилось очень-очень много. В общем, сейчас моя первостепенная цель, это заниматься фармом, то бишь мне нужно очень много дерева, очень много тряпок, в общем всего-всего-всего, и железо, естественно. С ним у меня, в принципе, большой дефицит. Да, когда вот, ребята, все это проходить, я пока ума не приложу, потому что у меня сейчас появилось еще пару игрушек. Первый из них называется Slay the Spire, вы все знаете, это карточная игра, ну, такая довольно неплохая. Потом я купил себе Сабнатику, не знаю, стоит ли начинать ее прохождение. Потом я себе приобрел Forbidden Clicker Party, тоже это кликер игра, но довольно прикольная, напоминает мне чем-то Cuphead. Нет, многие, наверное, играли в нее. В общем, стилистика тех лет, по крайней мере, персонажей. Также я скачал еще одну игру, которая называется Wolver Blade. Это, ребятушки, битый мап игра, где будут у нас варвары драться против англичан. В общем, довольно прикольная игра, рисованная мультипликация. Тоже стоит посмотреть. И вот буквально, наверное, пару минут назад пришло сообщение от Стима, что, ребята, моя ожидаемая игра Fight to Silence вышло обновление, причем глобальное. Очень много там чего пофиксили, сделали оптимизацию. Я думаю, что вы, наверное, были бы не против посмотреть ее прохождение. Если кто не помнит, то можете посмотреть у меня на канале, там где-то есть это пробное видео. Так, ну что, в ближайшее время у нас, в принципе, с вами работы Непочатый край. У меня, естественно, дело для вас видосики, и у вас их смотреть. Давайте-ка немножко закажем каменных блоков. Для этого нам нужен камень. Отлично. Я надеюсь, у меня руки все-таки дойдут до реанимации игры «Последний день на земле». Надо будет тоже в нее поиграть. Так, ну а сейчас, ребята, подходим к этому цветочку, базарим с ним. Естественно, сейчас будет у нас реклама. Давайте смотреть ее. Все, отлично, посмотрели. Ну что же, наш опыт на 100% увеличен, и теперь можно отправляться. Ну, а вся загвоздка в чем заключается? Что я пойду сейчас вот сюда, ребята. Ну, я охотиться на него не буду. Естественно, нет. А буду собирать ресурсы, которые находятся возле него. Там очень-очень много чего есть. И причем не надо бегать слишком много. Все находится практически рядышком. Ну что ж, давайте, наверное, мы с вами начнем с листиков и, пожалуй, с деревьев. Это мой сейчас главный ресурс. Потом мне надо будет где-то насобирать железо. Железные руды. Потом мы будем ее переплавлять. Да и надо бы уже какой-то себе транспорт обзавестись, чтобы мы с вами могли уже ездить на дальней территории, добывать совсем другое дерево. Потому что многие крафты у меня сейчас заключаются в тех материалах, которых я просто не могу найти. Также у меня загвоздка, ребята, с лампочками. Я не знаю, где здесь их надо находить или добывать, но мне нужно 20 штук их. Одна лампочка у меня есть. Я ее случайно где-то нашел. Уже не помню даже где. А их нужно 20. Значит, еще 19 штучек. Так, давайте мы вот это заберем все здесь. Бинты это очень хорошо. Так, удаляем. Пивная бутылка, в принципе, можно ее было бы выпить, но мы захотим кое-куда. А вдруг в этот момент на нас кто-нибудь нападет. Рисковать не будем. Будем забивать себе сейчас полностью инвентарь. Вот этими стеблями, деревьями. И потом будем отсюда уже сматываться. Так, по идее камень. Ну, с камнем у нас особых проблем пока нету, но поверьте мне, он нужен будет. Блин, надо что-то удалять, ребята. Давайте вот эти вот уничтожим и будем дальше продолжать рубить дерево. Почему дерево именно, ребят? Ну, во-первых, его здесь очень много и очень быстро от этого у нас растет опыт. Так, бамбука набрали. Блин, у меня очень мало ХП, надо вот так вот сделать. Отлично, ребята. Теперь мне все нипочем. Если мы пройдем немножко в середину карты, то там будет стоять динозавр. Но поверьте мне, он мне сразу зафигачит. Я очень-очень слабо развит. Блин, какое-то выражение дурацкое, да? Слабо развит. Слабо развит мой персонаж, а не я. Так будет, наверное, точнее сказано. Ну и что же нам здесь выпадет? Ага, провода и металлолом. Провода нам, в принципе, тоже нужны. Блин, и это нужно. Нам все нужно, ребята. Бамбук у нас есть, поэтому мы его убираем из инвентаря. Инструмент сломался, но ничего в этом страшного нет, потому что у меня запас достаточно большой топоров. И мы продолжаем рубить деревья. Слушайте, я, наверное, получу 42-й левел за эту серию по любасику. Так что, ребята, если кто знает, где здесь берутся лампочки, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Я буду вам очень-очень признателен. Так, отлично. Смотрите-ка, деревья только прут. И также растительное волокно у нас идет. Это очень хорошо. Будем с вами потом тряпки. И, кстати, нужно будет, наверное, еще заняться производством ткани. А для чего нам нужна ткань? Чтобы мы могли делать уже более-менее хорошую броню. Все, инвентарь у меня заполнен, мне пишут. От чего бы избавиться, ребят? Эх, черт подери. Вот этот вот выбор всегда очень сложный. От чего-то избавиться. Так, сделаем. Как говорится, лишимся одного топора, но продолжим добывать древесину. Топор можно сделать себе в любой момент. Саженцы ананаса нам пока не нужны. Как-нибудь без них обойдемся. Да ладно. Блин, я стебли не могу подобрать. Опять у меня инвентарь заполнен. Ладно, фиксим. Давайте нарубим сейчас до краев себе дерево. И побежим уже, наверное, к себе домой. Будем все это выкладывать, раскладывать. Там у нас, кстати, очень много нового крафта появилось. Все, что ли? Да, ну, быть не может. Блин, точно, ребята. Ну и что нам на этот раз выкинуть, а? Может, изоленту? Так, хотя подожди. Давайте мы с вами сделаем бинт используем. Фиг с ним. Потом наделаем этих бинтов. И будем продолжать рубить деревья. Тем более, тут совсем немножко осталось, чтобы мы смогли с вами получить уровень. Так, давай руби. Что-то ты не пойму. То одно, то другое дерево. Ты уже руби. Все, подряд. Не прыгай с места на место. Давай. Так, недостаточно места. Ё-моё, уже все, ребята. Финиш. Как говорится, получили все сполна. Так, этот мы с вами, да, эту сумку мы трогали. А вот, ребята, смотрите, вон он, видите? Динозаврик. Мегалозавр. Да. Ладно, посмотрели. Камень я могу взять. Что ты делаешь? Нет, не могу. Побежали тогда отсюда. Так, наверное, быстренько с вами добежим. У нас вроде бы еще есть энергия. Ой, у нас энергии пруд пруди. Кто-то на мою базу бежит уже, да? Кстати, ребят, когда бывает такая ситуация, что на вашей базе стоит противник, ну, естественно, на бот, его можно подловить. Может быть, в следующих сериях я вам покажу, как это делать. Потом его просто забиваешь и получаешь с него лут. Иногда даже очень неплохой. Так, здесь мы ничего сделать не можем. Так, здесь мы, наверное, с вами выложим вот это вот все барахло. Ну, и, естественно, продолжим дальше бежать, фармить. Так, листья. Гаечный ключ. Гаечный ключ нам пригодится. Будем, если что, с ним драться. Так, металлолом. Так, а его здесь у меня и нету. Провода. Блин. Абсолютно все забито. Так, сюда мы ничего выложить не можем. Печалька. Давай сюда металлолом. И провода. И вот этот листик тоже он нам не нужен. В принципе, у нас с вами секира есть еще. Так что секира плюс вот это мачете у нас. И гаечный ключ. В общем, с оружием проблем нету. Вот со шмотками очень большая проблема, ребята. Одежда очень много для себя требует для крафта. Кожа там, ну, всякого барахла. Вот. Так что давайте сейчас, наверное, мы с вами здесь попробуем железо подобывать, если оно здесь есть. Ну, оно может быть и есть, но в каких количествах? Мне нужно очень много железной руды. Так, я вижу только пока камни. Но есть стебли. Замечательно. Так, будем пока собирать все, что здесь лежит. Пробежимся, как говорится, по краю карты. Пальма тут у нас. Оу, сколько их там. Вот, посмотрите. Вражин стоит. Очень-очень много. Ну, они все равно сосунки. Мы их разобьем в пух и прах, если они даже на меня рыпнутся. Растительное волокно нам нужно. Из него, кстати, делаются и веревки, и ткань. Нет, ткань не из него делается. Из него делаются эти тряпки, а уже из тряпок делается ткань. Да, вот так вот будет вернее сказано. Забираем. Так, ну, мясо нам пока не нужно. Можно было бы, конечно, эту зебру замочить, но не вижу пока смысла засорять себе инвентарь. Опа, опа, опа. Прибежал, ордер. Получи. Так, я хочу пить. Жажда меня одолевает. Давайте с вами попьем. Соточка как раз хорошо. Продолжаем здесь собирать все ресурсы. Блин, как я и говорил, ребята, здесь на порядок меньше всего. Возле динозавра их в разы больше. И стеблей, и деревьев. Все, что хочешь. Да и врагов там поменьше. Ну, не считая самого динозавра, конечно. Так, билсераптор пришел. Где отсюда? Кстати, а вон там же, ребята, и железо я вижу. Вот оно. Сейчас мы будем его с вами добывать. Железа нужно очень-очень много. В принципе, дерево я собираю для того, чтобы в печках его переплавлять. Там у нас, кстати, наверху, я вижу, еще ящик лежит. Вот это вот замануха, ребята. Вот поверьте мне. Когда мы подходим к ящику, там обязательно что-нибудь выпадает. О, новый уровень. О чем я вам говорил. Причем здесь даже два ящика. Точнее, это уже сумка. Что здесь у нас? Оу. Очень хорошие и полезные вещи выпали. Ай-яй-яй. Вот, как всегда, ребята, приходишь полутать, а приходится все собирать. Гаечный ключ, наверное, для чего-то пригодится нам. Если бы знать еще наперед, что нам нужно, а что нет, я, наверное, половину бы здесь не забирал с собой и не захламлялся бы. А так приходится брать абсолютно с собой все. Ну что же, железные руды. Мы немножко с вами здесь нады и болеем. Это уже хороший плюс. То есть печки мои простаивать не будут. Давайте посмотрим, что у нас в этом ящике. Достанется. Ага, забираем все. Кроме консерву можно, в принципе, слопать. Ничего от этого страшного не будет. Ну иди сюда, велосераптор. Ой, у меня оружие сломалось, ребята. Как не вовремя, а? Ладно, давайте-ка мы что-нибудь поставим с вами. Вот так вот. Будем разводным ключом драться, если что. А сейчас, кстати, вражина себя, наверное, долго ждать не заставит. Прибежит какой-нибудь олух, поверьте мне. Ой, у меня и куртка слетела. Да что ты будешь делать? Тут еще тигр с облезуба лезет. Давайте. Я всю руду здесь должен забрать. Потому что ее очень мало. Так, три железно-руды еще взяли. Шикарно. Так, иди отсюда, паршивец. Тебя не звали. Ох. Ничего себе, ребята, тут скопом-то на меня. Я опять остался в одних труселях гепардовых. Нет, это больше похоже на труселя из саблезубого тигра. Так, еще один велосераптор. Ну, в принципе, ребята, вы поняли, да, сюжетку эту, которую я хотел вам показать, что фармить все-таки лучше возле динозавра, чем бегать вот по этим локам. Ну, что тебе нужно, а? На, получи. Так, растительного локома. Все, вроде бы мы... А, нет, вот еще здесь есть лежит. Ну, теперь, по всей видимости, все. Мы с вами все здесь собрали, что можно. И, наверное, будем возвращаться домой. А я буду завершать на этом свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в этой игре. И продолжим дальше играть, развиваться, выживать, одним словом. Так, база. Это нам пока не нужно. Мы побежали домой. Ну, что же, дорогие мои друзья. Все. Всем пока. И до скорых новых видосиков. Увидимся вскоре. Субтитры сделал DimaTorzok